итак всем привет хочу сегодня рассказать о том что вас может ждать когда вы прилетаете заработки в великобританию значит мы приземлились в аэропорт хитроу естественно заранее у нас уже была известна ферма куда мы едем был уже договорен трансфер и собственно говоря мы по прилету нам оставалось только прыгнуть в трансфер и доехать до фермы однако по прилету нам сообщают что ферма на которую вы ехали она закрыла набор и нам подготовили другую ферму то есть мы честно говоря в шоке значит трансфер который нас ждал мы приезжаем он говорит я туда не поеду потому что это очень далеко а мы смотрели эта ферма находится где-то в центре великобритании вот а ферма на которую мы ехали должна была быть под лондоном а собственно говоря вы можете понять шоковое состояние когда ты не знаешь что как добираться ты приезжаешь в другую страну и тебе говорят ну эти ребята теперь как хотите теперь вперед ситуация честно говоря шоковая новая ферма находится под городом стаффорд но чтобы понимали что из лондона из аэропорта хитро уехать в ту ферму в которой мы ехали изначально где-то около часа она новую ферму куда нам нужно ехать туда ехать около 4 часов чисто дороги но это показал google навигатор ну и соответственно добавить все моменты на то чтобы определиться с тем как туда еще доехать вот соответственно находясь в лондоне где-то в районе двенадцати или даже уже тринадцати часов потому что пока мы прошли контроль у нас времени оставалось совсем чуть-чуть чтобы успеть доехать до темна в общем немного расспросив работников аэропорта о том как нам добраться нам примерно накидали маршрут ну то есть как с какой остановки можно уехать в стамфорд вот соответственно сразу же пришлось пополнить сим карту чтобы был интернет чтобы хотя бы понимать свою дислокацию вот но иногда еще бывает адекватно показывают google карты маршрут если там выбираешь режим поезд иногда показывает как можно доехать но к сожалению не всегда самые прямые маршрут он выдает то есть иногда он выдает там 5 пересадок когда можно прямым например доехать вот собственно говоря отправились мы в метро ехали по лондонскому метро с пересадками вот по времени кстати заняло достаточно много вот мы до первой пересадки ехали около 50 минут а потом пересаживались на станцию ехали тоже минут 20 наверно может даже 30 вот в итоге доехали до станции на которую нам указали но на станции нам на самой станции когда пошли покупать билеты там стоят автоматы вот и в автомате не нашлось нужного нам направления поэтому мы нашли кассы и в кассе мы уже начали уточнять говорим нам нужно в стаффорд вот на что сам продавец билетов но он объяснил что с этой станции они мы никак не можем добраться нам опять надо ехать еще на метро вот собственно говоря мы купили билеты а так вот насчет билетов он говорит что показал мне расписание этого поезда который идет с другой станции значит начнем так мы доехали до станции виктория стейшн вот куда нам изначально сказали ехать вот и здесь уже покупали билеты на стаффорд но мужичок который продавал билеты он говорит что вам нужно ехать до станции юстон вот это еще минут 20 на метро вот и показывал что с юстона на стаффорд на поезд билеты либо поезд шел мы на него не успевали там он буквально отправлялся через там через 10 минут вот мы бы на него никак не успели а самый дешевый получается за 36 фунтов поезд он идет в девятна или в 18 30 или 18 40 даже 18 40 вот значит билеты которые были раньше на более раннее время они стоили по 240 фунтов штусов как бы для нас вообще было нереально дорого и ну учитывая то что ты в принципе даже таких денег не было потому что как правило и когда идешь в англию тебе говорят бери значит денег найду на неделю потому что здесь зарплата раз в неделю выплачивается ну собственно говоря мы купили самые дешевые билеты приехали на эту станцию юстон естественно уже времени было где-то в районе четырех часов мы уставшие хотелось есть вот я говорю ли не давай посмотрим откуда с какой платформы отправляться чтобы потом не бегать не искать и пойдем поищем где перекусить вот мы приходим там висит большое табло на станции и наш поезд мы не можем найти соответственно я понимаю что ну наверно еще не время то есть там нас на 18 40 максимум там 16 чем-то там висели поезда вот ну говорим давай просто подойдем потому что билеты которые мы купили там не было ни времени отправления не поезда на котором и ну то не точнее как бы там было направление написано что как вообще без понятия вот было там справочная бюро сидела женщина значит мы подходим говорим нам нужно вот знать с какой платформы уходит этот поезд и как бы и когда потому что точно время мы забыли он говорил что вроде как на 18 с чем-то но мы просто не то ли 18 20 думали то ли 18 30 как бы ну вообще забыли про время отправления и решили просто уточнить она посмотрела на билеты показала на табло и говорит в 16 40 мы такие как в 16 40 ну типа информации типа она табло информации еще нет типа ждите мы такие раз и немножко затормозились значит думали что делать потому что ну не знаем да то есть я залез какой-то сайт просто нашел нашел поезд который идет в 16 40 по той же самой цене по которой мы купили билеты и как бы мы такие в недоумении стоим и думаем блин если будет на 16 40 лучше ехать сразу потому что на 18 40 уже будет темнеть и как бы мы приедем вообще поздно и собственно говоря мы немножко подзависли и потом еще не один раз теребили эту женщину по поводу поезда в итоге она говорит ну типа ждите там высветился на табло этот поезд уже мы спросили прямой ли не прямой она говорит прямой поезд говорит ждите вот значит дальше мы решили уже подождать по времени посмотреть и где-то вот ближе к 16 40 там 35 или 38 минут даже появилась информация с какой платформы уходит поезд и смотрю такая толпа ломанулась туда ну соответственно мы тоже побежали вот я подошел к машинисту там стоял я у него спрашиваю до стаффорда он говорит да да стаффорда прямой прямой ну мы естественно запрыгиваем думаем ну чё нам ждать еще два часа когда мы можем просто сейчас сесть и доехать приехали в стаффорд где-то в районе 7 часов вечера вот пока вышли уже где-то было пол восьмого уже было почти темно в дороге я писал на эту ферму на новую на почту типа что мы едем встретить ли нас кто-нибудь кстати вот прошла уже неделя до сих пор отвечают пытался позвонить по телефону тоже трубку не берут в итоге как бы мы понимаем что ну там 7 часов вечера до пол восьмого нас могут там не ждать сейчас мы приедем и что мы там будем делать на ферме ладно там такси нас привезет а если допустим нас не поселит то где мы там будем на этой ферме искать ночлег вот в итоге мы решаем найти в городе отель и или и хостел и заночевать там на google картах посмотрел просто вбил отель выдала там не самый дешевый вариант за 30 чем-то фунтов но в итоге оказалось 44 фунта потому что там был еще какой-то налог вот но честно говоря когда мы шли в отель я говорю у лени но понимаешь что сейчас может быть там хостел да там грубо говоря там 40 человек все лежит храпит но в принципе в том состоянии в котором мы были нам уже было по барабану может даже думали просто переночуем и поедем но честно говоря хостел приятно удивил было очень все чисто приятный дядечка там сидел на ресепшене такое тоже любят поговорить но дело том что если брать английский в лондоне брать английский в стаффорде то это будет два английских в лондоне он скажем так более понятно и учат в украине больше лондонскому английскому а в стаффорде он такой какой-то специфический тяжело к пониманию заселившись в гостиницу мы увидели что немножко другие розетки и собственно говоря у нас не было переходника нам повезло что рядом был какой-то супермаркет там и продукты были и мы нашли отдел с электрика общем купили переходник чтобы можно было хотя бы телефоны зарядить из готовой еды был только kfc где мы собственно говоря поужинали и позавтракали на следующий день отправились на нашу ферму но я считаю что с поездом нам просто очень повезло потому что если мы выехали без 25 а приехали где-то к половине восьмого или к восьми даже да то есть это получается три часа дороги то если бы мы выехали где-то без 27 то наверное мы бы приехали ближе к десяти часам но это было вообще тяжело сам отель мы вечером дошли пешком в общем чемоданы докатили без проблем тротуарчики позволяли это сделать и назад мы решили точно также пойти пешком потому что мы не знали что какие какой транспорт ходит на чем можно доехать и так далее автобус который по гугл картам показывал что идет на ферму он шел с ж.д. вокзала то есть нам нужно было снова вернуться на ж.д. вокзал чтобы сесть на автобус и поехать на ферму однако в дороге нас застиг дождь и мы увидели что стоит такое небольшое здание похоже на заправку но на самом деле это не заправка просто был орёчек отдельно стоящий с крышей как для машины там машины паркуются потом уезжают вот мы решили спрятаться там в общем остановились стоим ждем когда закончится дождь но он все не заканчивался он даже пошел косой и начал усиливаться мы решили по заглядывать что это за хоть за магазинчик такой вот оказалось это прачечная возникла идея поехать на такси но поскольку не знали тоже какую службу вызвать я зашел в этот в эту прачечную и попросил хозяйку вызвать нам такси она очень любезно согласилась получается обзвонила где-то две или три службы они отказались везти туда в эту деревню я думал будем все-таки наверно ждать когда закончится дождь но позвонив четвертую службу она сказала что машина будет но будет только через 40 минут и спросила будем ли мы ждать я говорю да будем ждать потому что дождь не заканчивается в итоге она говорит нам можете поставить свои чемоданы сюда мы поставили чемоданы и вышли из прачечной думали может быть если закончится дождь то немножко просто походим по округе посмотрим она вышла за нами позвала нас присесть к ней на кухню что мы честно говоря нас очень сильно удивило да без проблем завела на кухню там и вещи сумки стоят в общем то мы подождали пока машина приедет через 40 минут ровно через 40 таксист нас уже ждал у входа вот собственно говоря мы ее поблагодарили и сели в машину и который нас привез на ферму ну а что нас ждало на этой ферме я вам расскажу в следующем видео всем пока в общем покажено на работе я стираю